Всем привет, с вами Медоха и сегодня мы сделаем обзор на игру Диг Оуд. Это увлекательная головоломка про гномов с элементами крафта. Вы должны помочь этим маленьким существам восстановить их дом, который был сильно потрёпан после прошедшего землетрясения. Так как гномы занимались поиском различных полезных ископаемых и утерянных сокровищ, они оказывают своеобразную помощь игроку и отправляют его в подземелье, где он может встретить много нового. Таким образом вы сможете с лёгкостью помочь восстановить кладоискателям их дом и даже отстроить новый город. Геймплей игры достаточно прост, необходимо путешествовать по подземелью, собирать полезные ресурсы, например алмазы, и побеждать различных врагов пауков и змеев и других созданий. Однако всё это не так просто, в подземельях также есть ловушки, которые способны прикончить игрока за одно срабатывание. Также присутствуют интересные головоломки, которые пройти будет достаточно сложно, без должного уровня смекалки. А в награду за пройденную загадку выдаются ресурсы, которые необходимы для простройки города. В игре разнообразные персонажи, и вы сами можете выбрать за кого вам играть. У каждого персонажа свои бонусы и недостатки. Изначально большинство персонажей закрыты, но их можно открыть за внутриигровую валюту. В самом городе могут поселиться разнообразные NPC-гномы, которые могут выдавать игроку задания с хорошими наградами. Графика в игре выполнена в мультяшном стиле, но деталям уделено внимание не хуже, чем основным композициям. В целом хочется отметить яркие и сочные цвета, которые не теряют своей насыщенности даже глубоко под землёй. Музыкальное сопровождение не имеет каких-то пугающих композиций, а наоборот, воссоздает какую-то дружелюбную и яркую атмосферу при игровом сеансе. Особенности этой игры. Довольно-таки простой интерфейс, даже новичок поймёт, как здесь играть и что от него требуется. Также возможно самостоятельно выбрать персонажа и стратегии. В самом начале пользователю предлагают определиться с позицией и полом гномика. Новые условия и ловушки, не встречающиеся в других приложениях. Большое количество локаций. В процессе игры место постоянно меняется и скучать вам не придётся. И как во мне, самое главное – это интересный сюжет. Он построен на несчастье горожан, живущих в городе. Им нужно помочь отстроить заново свои жилища. На этом я закончу свой обзор. Если вам понравилась игра, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнавать о новых видео. Всем удачи и пока.